С теми правилами, которые сейчас динамично устанавливаются, новые требования, они все безусловно правильные, они не вызывают никаких сомнений у предпринимателей. У нас в город небольшой есть проблема с рядом частных конкретных случаев. Но надо создать какую-то согласительную комиссию и конкретно разобраться. Это будет проще, потому что сейчас каждый о своем расскажет, чуть-чуть политики, чуть-чуть того, чуть-чуть того. Я вот послушал предпринимателей, что-то они не озвучивают, допустим. Надо создать согласительную комиссию. По-моему, в прошлый раз мы собирались. Ирон Васильевич предлагал там какую-то создать. Где-то предприниматели не доверяют администрации. Где-то администрации, может быть, там не доверяют предпринимателей. Такая согласительная комиссия, она могла бы психологически помочь как-то устаканить эти вопросы, разобраться конкретно, персонально. Это будет быстрее. И вынести ряд предложений, предложить главе, чтобы у него был какой-то выбор и конкретика какая-то. Посмотреть. Это быстрее все решится, чем мы. Вот в таком порядке мы очень долго разбирались с этой проблемой. И удовольствие останется. Викторович, вы правы. Правы, правы, правы. Значит, мы готовы, чтобы еще комиссию создать одну за и вторую комиссию создать. Значит, конечно, это можно сделать. Другое дело, что, значит, правильно вы говорите, что каждый излагает то, что накопилось у нас за все эти годы. И как раз получилось сегодня время немножко, да, такое, ну, непростое, да, действительно. Поэтому мы готовы это рассматривать. И просто я к чему говорю, рассматривая это, я просто еще раз вернусь к тому разговору. Что перспектива ведения бизнеса, действительно, тем более, ну, индивидуального предпринимательства, она тоже должна рассчитана, в первую очередь, на перспективу. Да, перспективу мы, по крайней мере, эту сегодня воссоздали. В плане того, что постановление, которое вы слышали в 15-е годы. Я знаю, что многие организации, которые в том же, в нашем столичном краевом центре, они бы просто за это зацепились, конечно. Я попрошу это тоже учесть. А комиссию мы сделаем. Сделаем. У нас есть маленький вот нюанс. У нас есть, вот с Красноярцами не раз были ли на эту тему, да? Вот что такое Ачинск не очень понимает в краевом центре? У нас вот есть улица Кравченко, понимаете? Вроде бы вот 30 метров за ней идут, да? Казалось бы, что такое эти 30 метров? Нет, туда уже человек не идет. Вот житель Ачинска не хочет пройти эти 30 метров, он не хочет туда за дом завернуть. Это непонятно для других людей. Это не в Томске, не в Красноярске, не в Новосибирске. Ну, не соглашусь. Такая же ситуация и в больших городах. Привык, вот, или он здесь, зачем нам туда ходить? Мы тут прошли только немножко раньше. 2015-2010 год, вот то же самое, что вы говорите. Все, сегодня посмотрите на улицы Карла Масса, которые там находились, павильоны, да? И сейчас очень, одним словом, комфортабельные все магазины. И по цене то же самое, нисколько никак. Просто это привычка, привычка. Согласен, что она не должна быть сразу резко, значит, согласен. Нужно разговаривать. Ну, вы же видите, да, что все равно я в этом плане выхожу, разговариваю, не прячусь, да, как говорится, да? Поэтому, опять же, готов помогать. Вот те люди, которые здесь находятся, у нас же многие люди просто находятся и ждут какого-то решения. Вы более активные, вам за это спасибо. Я понял, что, я уже говорю о том, что если вы в этом плане совместно определили, определите тот участок, который, значит, сейчас предлагаем, мы в этом плане увидим, приконов здесь не будет. Вы, главное, сделайте первый шаг. И все равно, еще раз говорю, я человек ответственный, не оставлю вас в стороне.